Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норникель» Енисей провел свой первый официальный матч в этом году. Герой программы – чемпионка мира по скалолазанию Анна Цыганова, серебряный призер чемпионата России по КУДО Максим Комин и глава студейского департамента Российского футбольного союза Андрей Будоговский. Итак, футбольный Енисей сыграл свой первый официальный матч в этом году. Команда встречалась с лучом энергии из Владивостока. Кто из представителей власти пришел поболеть за Енисей и как себя проявили новички красно-синих в репортаже Станислава Макарова? Футбол «Арена Енисей». За сутки до возобновления первенства ФНЛ «Красно-синие» пригласили журналистов на предматчевую тренировку перед встречей с луч энергией из Владивостока. Первыми на искусственный газон манежа вышли работники «Арены», чтобы подготовить поле. К процессу присоединился и главный тренер красноярцев Андрей Тихонов. Потому что я хочу, чтобы нашим футболистам было хорошо. Потому что играть на сухой синтетике и на влажной – это большая разница. Я сам играл в футбол и есть такое поверье в спартаковская погода. Почему спартаковская погода? Потому что только Спартак умел играть в дождь, когда поле мокрое, потому что они были техничные и оснащение техническое было на высоком уровне. Вскоре на поле появились и сами футболисты. Во время тренировки ребята много шутили и улыбались. Похоже, что адаптировались и новички Енисея. Еще до начала сборов в команду пришли сразу три футболиста. Нападающий Сергей Самодин, защитник Петр Тен и еще один форвард Артур Саркисов. Все трое хорошо известны в российском футболе и принимали участие в матчах премьер-лиги. Так Петр Тен, воспитанник школы столичного ЦСКА, перешел из команды РФПЛ «ТАМИ». На переход в дивизион пониже молодой защитник смотрит оптимистично. Зазорного ничего в этом нету, потому что каждая команда – это какой-то вызов, новый шаг. Я с радостью перешел. Перед матчем всех волновал один вопрос – а состоится ли он вообще? Дальновосточный клуб мог не прилететь на игру в Красноярск из-за финансовых трудностей. К счастью, вечером 7 марта в сети появилась информация о том, что игроки лучи энергии все-таки летят в Сибирь. А уже днем 8 марта площадь возле футбол-арены была забита болельщиками, которые очень соскучились по футболу. Очень соскучился за два месяца по футболу, пришел поболеть за любимую команду, очень люблю Красноярский НСЕ, прохожу постоянно каждый матч. Мы 8 марта пришли от мяча. Почему в таком месте? Муж подарок сделал. В этот день неравнодушными к футболу остались и первые лица края. На матч приехал глава региона Виктор Толоконский. Губернатор приехал не один, с супругой. В толпе болельщиков также видели и мэра города Эдхама Акбулатова. Посмотреть, как Енисей проведет свой первый весенний матч, пришел и талисман баскетбольного Енисея по прозвищу Ени. У Львенка мы узнали, как талисманы проводят свой отпуск. Лежат на диване, смотрят игры, которые прошли уже, вспоминают те эмоции, которые были во время побед. Ну и в основном отдыхают. А где твой коллега-то, футбольный Лев? А он уже разминается с командой вместе. Понял, и мы туда тоже отправляемся. К нашему приходу Лев Елисей уже успел размяться и занял свое законное место среди фанатов. Вообще фанатский сектор в этот день не замолкал ни на минуту. Фанаты пришли на матч в тельняшках и превратили фан-сектор в корабль. Подобные вещи в болельщеских кругах называются перформансом. И в каждый такой перформанс заложен глубокий смысл. Это ремейк перформанса 2012 года, когда мы рисовали баннер 36 на 20 метров. А когда на текстовик был курс на элиту, мы 4 года между болотом 2-го дивизиона плавали и премьер-лигой. А вот сейчас мы идем верный курс у нас в премьер-лигу. Но то ли команды сбили с курса, то ли газон плохо полили. 3000 зрителей посмотрели футбол без забитых мячей. Встреча Енисея с Лученергией завершилась безрезультативной ничьей. И клубы заработали по одному очку. На послематчевой конференции главный тренер дальневосточного коллектива Константин Емельянов признался, что его команда подошла к игре не в лучших кондициях. Ну, трудно говорить, что в такой игре, когда команда 9 дней не тренируется, и потом прилетает, всю ночь летит в самолете, собирается вчера в аэропорту добирать. Да, в Красноярск, не тренировавшись группой. Наставник Енисея Андрей Тихонов, напротив, отметил игру соперника в обороне, а также поблагодарил зрителей за поддержку. Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В том, наверное, вина Луча, который очень хорошо оборонялся всей командой. Зрительская поддержка понравилась. Я думаю, что если за нас всегда так будет болеть, мы будем с каждым матчем играть все лучше. Следующий домашний матч Красносинии проведут 19 марта против футболистов Томи. Красноярский кудоист Максим Комин стал серебряным призером чемпионата России. Такого достижения сибирские спортсмены не добивались уже более 10 лет. Почему не удалось выиграть чемпионство, и почему, несмотря на травмоопасный вид спорта, у Максима в семье полное взаимопонимание? Чемпионат России по кудо, Москва. 7 комплектов медалей и 150 лучших спортсменов страны. В этой достойной кампании не затерялся и представитель Красноярского края Максим Комин. Спортсмен сумел дойти до полуфинала и завоевал серебро. Так высоко спортсмены из Сибири не поднимались уже 10 лет. Побороться за золото Максиму помешала травма. В одном из боев Комин получил сотрясение мозга. Такой силой был удар соперника. Медики оказали красноярцу первую помощь и порекомендовали не выходить на бой. Прямо, ну вот я говорю, вот вроде бы у меня первый раз, говорю, так в жизни. Моей ММА сколько выступал, таких ударов не было, а здесь через шлем поплыл. В нокаут? Нет, не в нокаут, как бы я поплыл, у меня прям, он мне попал, он передо мной, у меня прям раздвоился, я прям чувствую. И я в борьбу перешел. Ну вот там отлежался, такой, ну встал на ноги и нормально все расстрелялся. Вернувшись в Красноярск от горечи после досадного поражения, не осталось и следа, говорит Максим. Он снова тренирует своих подопечных и готовится к новому вызову. Вообще жизнь Комина полностью посвящена боям. Именно благодаря им он встретил вторую половинку. Мы познакомились на тренировке, она пришла, вообще мы не знали друг друга. Она у меня два года занималась и вот, как получилась семья. И семья получилась боевая. Дарья, как ее супруг, действующая спортсменка, тоже занимается кудо. Но уступает и в более жестких видах спорта. Год назад у Максима родилась дочь, поэтому на кухне он стал бывать чаще. Готовит для всей семьи. Ну и как любой спортсмен высокого уровня, он следит за восстановлением, сном и правильным питанием. Блюдо из мяса неотъемлемая часть рациона, но не в ближайшие несколько недель, говорит спортсмен. Домочадцы соблюдают великий пост. Так что придется искать компромисс между его соблюдением и профессиональной карьерой, говорит Максим. Профессиональному спортсмену тяжело соблюдать весь пост под нагрузкой. Это вредно для здоровья, поэтому я облегчаю себе задачу. Впереди у Максима важный бой. 25 марта он встретится в клетке по правилам смешанных единоборств с мастером спорта по армейскому рукопашному бою Виталием Рогатиным. Это будет реванш. Первый бой они провели в финале турнира чемпионат спортивного клуба «Лучшие из лучших». Тогда Максим не смог продолжить поединок из-за травмы. То-то будет на этот раз. Прошлый год для «Скалолазки» из Красноярска Анны Цыгановой стал триумфальным. Она победила едва ли не на всех крупных турнирах, в том числе и чемпионатах мира и Европы. Какая у Анны главная цель в спорте, узнаете прямо сейчас. Анна Цыганова – действующая чемпионка мира по «Скалолазанию», а теперь еще и двукратная победительница всемирных военных игр в Сочи. Анна – младший сержант центрального спортивного клуба «Армии». В роли воина спортсмена выступает недавно, чуть больше года. В ряды вооруженных сил попала по стандартной схеме – призвали. Но попадают спортивные войска не абы кто, а только сильнейшие. Но и турнир был непростой. В Сочи Аня смогла дважды подняться на первую ступень пьедестала подсчета. В классической скорости наша спортсменка оказалась быстрее австрийки Джессики Пилс. А в эталонной скорости россиянка превзошла француженку Аурелию Сарисом. Это крупнейшие спортивные события именно в армейском военном спорте. И для них очень важно было. То есть они проводились в Сочи, в олимпийской столице. И было очень важно, чтобы команда и Россия взяла первое, конечно, место. К слову, это не первая громкая победа Анны Цыгановой на мировых и европейских турнирах. В 2013 году Аня взяла золото чемпионата Европы в лазанье на скорость. Хотя год за этого спортсменка серьезно травмировалась. Врач мне сказал, мне 19 лет, врач сказал, ну иди тренером работай. Я говорю, не. И я попала в очень хороший центр. Это вот у нас Красноярский центр физической реабилитации. Закачали все травмы, усовершенствовали подготовку. И теперь последние два года я уже на другом уровне выступаю. В прошлом году Аня выиграла чемпионат мира. И вообще, говорит спортсменка, провела хороший сезон. Хотя кубки и медали – это не главное, признается Аня. Но самая главная цель, конечно, в скалолазании – это получить удовольствие. И то есть, если ты получаешь удовольствие от своих тренировок, от боли, которые у тебя кровища из пальцев льет, но ты кайфуешь от этого, то ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь. И ты тоже начинаешь чувствовать жизнь, наверное, глубже гораздо. В 2017 году у Ани запланировано участие в трех дисциплинах Кубка мира – чемпионата Европы и Всемирные игры. Также спортсменка поборется за Большой Кубок мира в Магоборье. В Красноярск приехал новый руководитель судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогоцкий. Он дал эксклюзивное интервью спортивному клубу и рассказал, что изменится в жизни российских рефери и как он будет работать над их внешним видом. Вы возглавили департамент судейства в октябре. Вам сложное хозяйство досталось? Вы знаете, я никогда, в общем-то, не хочу действовать и не действую по принципу того анекдота про три конверта. Я думаю, что мои предшественники, я с огромным уважением отношусь к Валентину Иванову, я считаю его одним из лучших наших преподавателей, методистов. Могу сказать больше, я приглашал Валентина Валентиновича работать на сборе судей в премьер-лиге. Но я понимаю, что должно пройти какое-то время, чтобы он как-то, ну, не то что, может быть, успокоился, а где-то вновь обрел себя, потому что человек, который нам необходим. И я прекрасно понимаю, что люди, которые работали в его команде, они хотели сделать как можно лучше. Они, естественно, не хотели, чтобы были какие-то ошибки. Что-то получилось, что-то не получилось. И поэтому я пришел не на пустое место. Но у меня есть свое видение того, как должен развиваться судейский вопрос. И хочу сказать, что полтора часа мы разговаривали в Белом доме с Виталией Ольгой Мутко, с глаз на глаз. Я принес ему программу, которую позиционировал, она на 80 листах. И я уже второй раз удивляюсь тому, что Виталий Ольгой в течение вот этих полутора часов мы с ним страницу за страницей отрабатывали те идеи, которые содержались в программе. Мало того, программа была принята за основу на заседании исполкома Российского футбольного союза, где я ее докладывал. И сегодня есть некоторые штрихи, которые мы с новым составом судейского комитета должны сделать для того, чтобы утвердить ее в окончательном виде. Но вы, наверное, слышали о том, что нам уже удалось решить достаточно важные вопросы. Ну, например, судейской зарплаты по премьер-лиге. Сегодня совершенно новая модель. Она была 90 тысяч рублей, и независимо от твоего качества. Как ты судишь, что ты судишь, ты получаешь свои 90 рублей. Мы сегодня включаем парад стимулирования. Я позволю себе немножко рассказать об этом. 30 тысяч рублей – это ставка ежемесячная, которая должна идти на самоподготовку, на медицину, на тренерский аппарат, с которым работает судья. Это независимо от чего, 30 тысяч рублей он получает в месяц. Это некий такой ежемесячный задел для вот этой самостоятельной работы. 65 тысяч рублей судья премьер-лиги получает за игру, независимо от качества. Это некий такой базовый компонент. И большая часть, большая часть 50 тысяч рублей – это так называемый бонус. Вот бонус, по нашему мнению, должен стимулировать качество арбитража. То есть это очень, на мой взгляд, весомый компонент и весомый стимул для того, чтобы судьи готовились к сезону. Вторая часть. Мы создаем сегодня единую группу, единую высшую группу судей. В чем ее смысл? Значит, в эту группу входят судьи премьер-лиги. Мы их называем судьи категории «Про» и судьи категории «А». Это арбитры, которые работают в первом дивизионе. Внутри они тоже разбиты на три подгруппы. То есть категория «Про» – это судьи «ФИФА», это самые надежные судьи. Категория «Про-1» – это стабильные судьи, которые могут проводить матчи. И категория «Про-2» – это судьи, которые только-только пришли в премьер-лигу. Дальше, соответствующим образом, делится и система по судям первого дивизиона. Такая же система. В чем смысл этой работы? В том, что мы имеем право в процессе сезона проводить ротацию. Отсудил неудачную арбиту премьер-лиги категории «Про» два матча, он уходит в категорию «А». Вместо него входит человек, который стоит по нашему рейтингу на первых позициях. То есть должно быть все время то самое дыхание товарища в затылок, которое заставляет человека понимать, что есть конкуренция, заставляет работать, заставляет думать о качестве своей деятельности. Вы и сами не раз отмечали, и специалисты часто об этом говорят, что наши судьи, некоторые, выходят на поле не в лучшем физическом состоянии. Вот как с этим бороться? Я бы не сказал о том, что судьи находятся в не лучшей физической форме. Да, у нас есть ряд арбитров, я с ними говорил о том, что их антрогометрические данные, будем так говорить, напоминают мою комплекцию. Но мне, простите, 67-й год, хотя я понимаю, что это тоже не здорово, но я пока не выхожу на футбольное поле, наверное, уже не выйду никогда. А к ним я разговаривал с этими арбитрами, я сказал, что давайте так, или вы выбираете вот эту деятельность судейскую и приводите себя в порядок, потому что видите на футбольном поле, а наш футбол смотрит не только у нас в стране, но смотрит и за рубежом, смотрит и в УЕФА, и видеть наших арбитров в столь внешнем, неприглядном, будем говорить так, виде, ну, наверное, не очень здорово. Поэтому вот к этим арбитрам будет очень серьезный подход в плане их функциональной готовности, в плане их внешнего вида. Более того, сегодня все нормативы, которые будут сдаваться, а это, например, ее тест, это сложный тест, и мы для молодых арбитров 2-го дивизиона сегодня поднимаем его уровень до 18,4, это достаточно тяжелый норматив, который требует подготовки, так просто с листа его не сдашь. Обязательно будут стоять две камеры на финишных створах для того, чтобы человек, если не добежал в два раза, он считается не сдавшим этот норматив. То есть должно быть обязательно объективное подтверждение качества выполнения того или иного норматива. Поэтому я думаю, что требования физической готовности во всем мире судьям повышаются практически с каждым годом, вводятся новые виды тестирования, новые тесты, и мы должны быть к ним, несомненно, готовными. Андрей Змитриевич, вот вы себя часто ловите на мысли о том, что судья не конкретно какой-то, а вообще, в принципе, совершает преднамеренную ошибку? Нет, нет. Меня всегда, вы знаете, очень настораживает эти разговоры, потому что сегодняшняя ситуация, вы знаете, бывают ошибки вопиющие. Но вопиющие, знаете почему? Потому что, ну, может быть, не совсем корректное слово, замыкает. Вот судья видит этот эпизод, видит этот эпизод и не дает свисток. А момент очевидный, совершенно очевидный. И я согласен с Валентином Ивановым, который в свое время обращаясь к «Орбитам», говорил о том, что, пожалуйста, не ошибайтесь в простых ситуациях. Вот это бывает. Почему это бывает? Вот это, наверное, важный вопрос. На мой взгляд, при той системе назначения, которая существовала, когда судья из тура в тур работает на футбольном поле, наступает очень быстро порог не физической усталости, а психологической, что, наверное, более трудно преодолевается. И вот на фоне этой психологии порой возникают вот такие замкнутые какие-то состояния, когда «Орбит» видит момент, не фиксирует. Либо что-то фиксирует того, чего нет. Ну, не буду называть фамилии ассистентов, но в прошедшем сезоне, например, и в сезон 15-16 года, у нас были примеры таких решений ассистентов. Я транспектировал 469 игр за весь прошедший период, начиная с первых шагов своей деятельности в качестве спектра. И в последнее время я вдруг вижу вот эти ошибки, которые являются какими-то совершенно непонятными, уму непостижимыми. Настолько они, ну, просто непонятно, как они возникают. Понимаете? Но ни в коем случае это не предвзятость. Ни в коем случае. Потому что я очень хорошо знаю многих людей. Очень хорошо. Я их инспектировал. Некоторые учились у нас... Вы знаете, что я работаю в центре футбольной арбитры. За 17 лет у нас сегодня 81 арбитры. С числа выпускников и слушателей находятся в профессиональном футболе. Поэтому многие из них росли на наших глазах. И я знаю их внутренность, этих людей. Я знаю, что это честные люди, что это порядочные люди. Но от ошибок, к сожалению, никто не застрахован. Анзор Кавазашвили в недавнем интервью сказал, что клубы ведут работу с судьями в России. И якобы из-за этого ушел ваш предшественник Иванов. Это проблема? В недавнем интервью Анзор Кавазашвили сказал, что в России клубы ведут работу с судьями. И якобы из-за этого Валентин Фанов ушел, ваш не справился. Вот это проблема? Я не читал интервью Анзора Амберковича. Не совсем могу понять, что значит будут работать клубы с судьями. Что это значит? Что они работают. Работают. Я не знаю, насколько они работают. И я не думаю, что Валентин Валентинович ушел только по этой причине. Он достаточно трезвый человек, оценивая различного рода интервью, потому что в последнее время тема судейства в средствах массовой информации вышла на первый план. Не игра в футбол, а именно судейство. Я думаю, что наступил, наверное, тот порог усталости у Валентина, когда он уже понял, что ему крайне тяжело работать по этой теме. Я не могу сказать о том, что клубы там работают с судьями. Я знаю другую тенденцию среди ваших коллег, которые сейчас пытаются говорить о том, что принимать судейскую бригаду должен не футбольный клуб, а, допустим, федерация футбола или некая структура, которая будет за это дело отвечать. То есть так, как это принято в Европе, например. Но для этого нужно выстраивать совершенно новую модель взаимоотношений между судьей и принимающей стороной. Надо искать эту организацию. Понимаете? Я думаю, что сегодня у нас в судействе очень много других задач и других вопросов. Нам сегодня надо выстроить систему управления судейством. Вот эта программа моя, о которой мы говорили с Виталенчем, это программа совершенства и построения системы управления арбитражем в Российской Федерации. То есть мы должны понять, как у нас начинает свой путь судья, что для этого должно быть сделано на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне областной судейской структуры, на уровне межрегиональной судейской структуры, как он должен подниматься, по каким критериям, по каким основаниям, сколько ему надо лет для одного этапа, сколько лет для другого этапа. То есть должны быть выработаны определенные нормативные требования. Это был «Спортивный клуб». Увидимся в следующую пятницу в 12.10. И вы узнаете о спорте больше. Удачи! Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норникель». Субтитры создавал DimaTorzok